Видеокарта от Nvidia, которая имеет такую же производительность, как вот эта видеокарта, стоит на 25-50 долларов дороже, чем R7 370 Strix Gaming. Помимо цены, у этой видеокарты есть еще преимущество. Это 4 гигабайта видеопамяти. Окей, может быть даже графический чип не сможет вытянуть все текстуры, которые загрузятся в 4 гигабайта видеопамяти, но все равно это приятно, согласитесь. Бэкплейта нет, переключения режимов биоса тоже нет, питание по 6-контактному разъему, а система охлаждения очень простая и слишком все-таки горячая для настолько горячего чипа. Здесь два вентилятора диаметром 75 мм, две теплотрубки диаметром 8 мм, контакт прямой и этого охлаждения впритык хватает для графического чипа. Максимальная температура, до которой прогревается у меня эта видеокарта, это 77 градусов. Много. Овервотч, Full HD, эпические настройки графики и 56 фпс. 56 фпс, видеокарта, которая стоит 4500 гривен, самая новая игра, думайте сами. Конечно же ультра настройки, конечно же Full HD и конечно же Rainbow Six Siege запустился на 63 фпс. Мега новая и крутая игра запустилась на супер дешевой видеокарте на отличных фпс. Я нахожу это просто отличным. На самых высоких автонастройках, не на ручных, Ведьмак запустился на 24 кадрах в секунду. Конечно же этого не хватает для комфортной игры. Если терпеть такую раскадровку и просто наслаждаться графикой, то окей, но как по мне играть не комфортно. Нужно опускать настройки минимум до высоких, а в идеале просто выставить на среднее. Тогда будет около 40 кадров, что для Ведьмака с головой. Full Edge 4, 38 фпс на ручных ультра настройках, не автоматических. Ну и конечно же снова Full HD разрешение. 38 фпс для игры в Fallout это в принципе вполне нормально, комфортно. Но все-таки я бы советовал иметь запас хотя бы 10-15 фпс, а для этого нужно настройки графики опускать с ультра до просто высоких. На самом деле качество графики при этом не особо пострадает, поэтому можете смело брать эту видеокарту даже для игры в Fallout. Один из самых главных конкурентов у R7 370 это 950 у Nvidia. Но там графический чип все-таки немного более производительный, а вот у 370, что хорошо, так это 4 гигабайта видеопамяти. За счет большего количества видеопамяти, конкретно вот например в GTA 5, текстура подгружается уже в более высоком качестве. И в итоге фпс становится тоже немножко больше, потому что больше эффектов, графический чип кое-как с ними справляется и просто комфортно играть. Получается в среднем 64 фпс, а настройки графики на Full HD разрешении у меня вот такие. Я бы сказал они средние между высокими и средними настройками графики. Есть очень высокие, есть высокие, есть стандартные, есть низкие, все вперемешку. Эта видеокарта идеальный вариант для игры в Counter-Strike либо в Dota. Почему? Потому что я сейчас играю на Full HD разрешении, на самых высоких настройках, с полным сглаживанием. И внимание, я получаю 186 фпс. 186 фпс на видеокарте, которая стоит 4,5 тысячи гривен, то есть всего лишь 150 долларов. Эта видеокарта мне понравилась. Если у вас стоит выбор между GTX 950 и R7 370, то я сам не знаю, что я бы купил. Потому что R7 370 стоит меньше и при этом дает буквально совсем немножко меньше производительности. При этом более горячая, но повторюсь, вы сэкономите деньги и сможете потратить эти деньги, допустим, на очень комфортную мышку либо клавиатуру, что тоже приятно. С другой стороны, все-таки этой производительности тоже хватает для абсолютно любой современной игры, кроме Ведьмака на ультра настройках. Да, в него придется играть либо на средних, либо на высоких. Все зависит от того, насколько ваша галя балована в плане количества фпс, которое вам надо. Я много в этом обзоре говорил про цену вот этой видеокарты. Цену вы можете узнать вот здесь вот по аннотации. А еще ссылка есть в описании к видео. Там же, кстати, ссылка на цены 950, чтобы вы сравнили их по ценам, по характеристикам, по отзывам, ну и все такое. Подписываться можно вот здесь вот, кнопочка здесь, ставьте лайк. Меня зовут Руди, мы с вами еще обязательно увидимся. Всем до встречи, я продолжаю играться вот так вот с видеокарточками и пока.